Давайте начнем с вот этой вот истории, с этой информации о том, что в Херсонской области в целом в оккупированных населенных пунктах ходят оккупанты и проводят обыски в домах местных жителей. По-вашему, для чего это делается? Какова цель? Ну, во-первых, эта информация стопроцентная. По области, скажем так, по селам небольшим, куда заехал контингент оккупантам, там фактически каждый дом, ну, в каждом доме был проведен обыск, ну, это во-первых, и, конечно же, не обошлось без мародерства, без этого никак. Это во-первых. Во-вторых, хочу сказать то, что касается непосредственно Херсона, то там тоже аналогичная ситуация, и скажу больше даже, например, квартира, в которой я жил, которую я снимал, у них был адрес, они второй раз туда пришли, вскрыли двери, поменяли замки и сказали, что... Так, вы на связи, мы вас слышим. Пожалуйста, говорите. Роман. Так, еще раз просим прощения, это прямой эфир, и здесь, да, вы видите все. Да, Роман снова на связи, пожалуйста. Да, еще раз, я еще раз повторю, ну, скажем так, подтверждается или не подтверждается эта информация, квартира, в которой я жил, и я не так давно выехал с Херсона в конце мая, вот второй раз туда пришли орки с обыском, вскрыли дверь, снова поменяли замки и сказали, что они будут заселять сюда свой контингент, это как уже состоявшийся факт. Второе, ну, сегодня, скажем так, уже придалась огласке информация, то, что к этому процессу подключили участковых, так званых, ну, из структуры незаконного органа, который был создан полиции там местной, вот, и им раздали опросные листы, с которыми они уже непосредственно ходят по домам и выясняют эту информацию. Давят на представителей СМД, вот, ну, некоторые идут с ними в коллаборацию, вот, есть такая информация и сами дают списки, есть люди или нет. Какая причина этого? Ну, первая причина, я думаю, что это страх, во-первых, потому что, ну, сегодня мы видим по Херсону, по тех действиях и по тех фактах, которые каждый день появляются, то, что коллаборанты, ну, уничтожаются, вот, и они боятся. Сегодня каждый день фактически в их сторону есть какие-то действия, непосредственно связаны с тем, что им угрожает их жизнь. Потому они ищут, рыщут диверсантов, ищут наших представителей руху-опору, и, ну, я думаю, что это один из механизмов, это первая причина того, что они так массово кинулись искать. Ну, много квартир, благо, в Херсоне, и они, ну, это трудно им сделать. Ну, второе, это же, конечно, расселить тот контингент, и это одна из форм мародерства, без которой Российская Федерация не армия, вот, и коллаборанты наши им услуживаются в этом, и они занимают квартиры. Очень много уже фактов, где, ну, представители оккупационных властей заняли частную собственность херсонцев, которые были вынуждены покинуть территорию и переехать на подконтрольную территорию. Ну, вот о херсонцах, которые переезжают и которые остаются непосредственно в Херсоне, ожидая вооруженной силы Украины, да, о партизанах, в том числе, с вами хотелось бы поговорить об их активности, потому что, вот, буквально только что появилась информация и появилась история одной женщины, которая пыталась покинуть оккупированный Херсон, и в этом случае на одном из блокпостов, насколько я понимаю, вот, можете видеть сейчас фотографию этой женщины, 70 лет, это журналистка, волонтер, и вот сообщают медики, что этой женщине сломали хребет из-за того, что она отказалась отдавать украинский паспорт при эвакуации из города. Вот, можете, пожалуйста, рассказать о том, как живут наши люди сейчас в оккупированном Херсоне, как они противостоят. Понятное дело, что это очень тяжело и очень опасно для их жизни, но мы видим, что они борются до последнего. Расскажите, пожалуйста, что вам известно об этом? Смотрите, 99% херсонцев это партизаны, в той или иной мере. Я вам скажу, что, ну, если бы, ну, простой там коллаборант или же заезжий на улице просто не, скажем так, под охраной, как это там делается на картинку, каких-то там мнимых праздников, которые они пытаются там провести, достал или там же, ну, тряпку в виде флага, или же какие-то, ну, другие атрибуты, ему сразу бы жители, ну, скажем так, грубо навешали там же, на том же месте. Вот если было бы это не под охраной, это 99%. Потому что каждый херсонец-партизан, кто-то в меру, скажем так, своей участи в тех или иных процессах военных, да, то, что, ну, есть постоянное сопротивление, ну, это мы видим в новостях каждый день, и я уже об этом сказал, и это только начало. Вот, и чем ближе приближаются наши войска, тем более будут, ну, эти действия по освобождению и по уничтожению коллаборантов и оккупантов, они будут усиливаться. Это 100%, и этот процесс будет идти, это есть. Тяжело, конечно же, даже, ну, писать в соцсетях и возможности на сегодняшний день, такой и нет, и выступать, потому что все делается для того, чтобы максимально подавить, ну, будь, какой процесс повязанный и с проявлением позиции своей проукраинской. И город максимально насыщен военизированными группировками и в камуфляжах, и, ну, спецслужбами, которые, там, переодетые, смотрят, слушают в очередях, в транспорте. И это действительно так, и, ну, обстановка, ну, очень напряжена, и людям, которые с позиции и не могут ее, скажем так, удержать, там действительно очень опасно. То, что касается в городе, и, ну, приходится вот так противостоять. То, что касается выезда, эвакуации и, ну, тех проблем, которые возникают, возникают, действительно есть, ну, некие, скажем так, фильтрационные списки активистов, людей, которые, ну, проявили себя и которых надо усмирить или которым надо объяснить, какую позицию они должны занимать, ну, или же снять видео с ними, что они, там, любят оккупантов и им говорят спасибо, что они пришли. Сотни сегодня херсонцев находятся в разных местах, ну, где ограничили их свободу, вот, и, ну, там к ним применяется физическая сила, вот, и, ну, очень много среди моих знакомых, те, кто там был, вот, и кто оттуда вышел, это люди уже, скажем так, с очень достаточно серьезно пошатнувшимся здоровьем. Там действительно издеваются и очень сильно, ну, пытают и принуждают, скажем так, ну, и, как минимум, к измене какой-то позиции, но, скорее, это все похоже на просто какую-то месть и желание доказать, что вот мы действительно пришли спасать, и вы думаете неправильно. Субтитры создавал DimaTorzok